Приехали за победой. Ярослав, капитан свирской команды, старается изо всех сил. По его словам, за их коллектив болеет весь родной город. И, конечно же, от них ждут самых высоких результатов. Ведь подготовка к турниру началась за несколько месяцев. Мы всегда в городе тренируемся. Приходим, бегаем в мини-футбол, большой футбол. Все лето бегаем, сначала весны. Подготовка полным ходом шла нормально. Первый раз этой командой участвуем. Мы еще на области выступаем. Чтобы какую-то команду, игру наладить, понимание в команде. Ну и, в первую очередь, получить опыт. Первый турнир памяти легендарного иркутского спортивного коммендатора Льва Перминова организовали в 1990 году. С того момента количество команд-участников выросло в десятки раз. Но, как и прежде, в нынешних соревнованиях принимают участие все желающие, кроме профессионалов. Независимо от возраста и уровня игры. Турнир, я когда его родил 25 лет назад, я не думал, что он такой будет популярный. Тогда было 8 команд на старте. В прошлом было 80, но погода нам чуть подмешала. Но тут тоже за 65. Дело не в количестве, не в рекорде это. Просто нам важно отношение участников к нашему турниру. Для меня главное, чтобы люди приезжают. Я им просто всем благодарен за преданность турнира. 65 команд со всей Иркутской области и гости из Олан-Удэ будут играть на стадионе труд 4 дня. Соревнования проходят при любой погоде. Дождь не смог испортить и стартовые встречи чемпионата. Для одного удовольствия вообще. Как бы погода вообще это не помеха. Тем более на таком турнире. Настолько заряжены ребята. Настолько... Это же мини-футбол. Он не просто... Нужна техника там, наигранность. Это и желание, это и азарт, это и какая-то спортивная злость особая такая. Поэтому приезжающие ребята там с севера иногда настолько сильны духом и упорством, что побеждают. По словам организаторов, им хотелось бы увидеть больше зрителей на трибунах. Подобные турниры и проводятся, чтобы развивать спорт, показывать подрастающему поколению хороший пример. Вход на стадион свободный, поэтому все желающие могут прийти и поболеть за непрофессиональных спортсменов. Даниил Рудаев, Александр Мокин. Новости сейчас.